Друзья, всем привет! Коль уж так получилось, что у меня есть видеоблог и уже непосредственно канал, где я говорю про видеообзоры, то в этом блоге я сейчас буду показывать то, чем я занимаюсь непосредственно с моей ГТОшкой. А именно сейчас я буду переделывать короб, который очень большой, который не влазит у меня я планирую сейчас открутить эту стенку но это осмотр показал, что мне придется это делать вообще же, идея такова не делать пока новый ящик сделать распилить этот в общем-то оставить максимальный объем под один закрытый динамик, то есть у меня будет закрытый корпус под один динамик, потому что двоих выше крыши для маленькой машинки аж голова болит осмотр показал, что здесь у нас болты с другой стороны будет гайка поэтому так их открутить просто невозможно придется полностью откручивать стенку, что может быть хорошо для того, чтобы распил был чувствуется более ровным и сейчас в общем-то я занимаюсь вот такими вот делами, болтов очень много, но ничего страшного глаза боятся, а руки, как говорится делают я просто только откручиваю и откручивать не тупо еще дофига и так как я и думал в сабвуфере оказывается с клеем все эти места не обильно промазаны клеем что конечно хорошо, но сейчас для того, чтобы не разобрать надо будет немножко помучаться надо будет немножко помучаться на момент истины на момент истины эмм, я не понял они подключены что ли? они последовательно подключены или вообще нифига не подключены? а почему тогда они вдвоем работали? аж работала одна да, друзья, а почему так получается? поэтому она получается и выгнула ее здесь внутрь да с каждым разом все веселее а тут они еще и коротили, смотри вот почему она иногда вот тут хрипела они могли друг с другом задеваться а че, нельзя было из-за изоляции изолента же дефицит че, не слышала? изолента же все, кончилась китайцы больше не делают изоленту все, все запасы, которые из Советского Союза осталось только их и можно ладно ух ты твою мать как тяжело там вообще там магниты тяжелые очень тяжелые хуже всего, что эти магниты никак не экранированы так что если кредитная карточка есть магнитная полоска и так пройдешь и все, и до свидания прошла ночь бессонная ночь потому что мне вчера стало очевидно то что легкой переделкой здесь не обойдешься ну начну с самого начала была идея какая так как вообще если брать аудиофилов то они говорят 575 GDN вот куда за динамик идеальной коробкой будет объем 70 литров я думал что делать что я думал возьму здесь отпилю то есть вот эта часть корпуса это корпус у меня остается около 60 литров и вроде как звучание должно быть хорошее но беда в том что в моем маленьком багажнике для этого хорошего звучания просто категорически не хватает места то есть никаким образом 60 см вот сюда вот допустим не влезет оно будет слишком а самое главное здесь всего 20 см по высоте соответственно и здесь я тоже не пролажу в общем начал изучать интернет ребята говорят что оптимальным для этого динамика является объем от 20 до 40 литров то есть приблизительно 30 литров нужен мне короб и в принципе эти 30 литров как ни странно я могу получить чуть меньше чем 30 литров вот здесь вот в этой вот нише то есть вообще сам конечно идеальный вариант для того чтобы поставить динамик это именно в эту нишу беда в том что коробка естественно придется радикально переделывать я очень не хочу сейчас переделать эти круглые отверстия дело в том что у меня просто нету лобзика чтобы их нормально качественно вырезать вот но у меня есть сиргулярная пила ну вообще я запарился честно говоря эти болты вчера откручивать в общем сегодня поеду возьму шуруповерт возьму болгарку с диском по резке дерева но сейчас самый главный вопрос это в том что что бы правильно рассчитать объем для сабвуфера при этом сам динамик по высоте всего 12 12 см 120 мм в общем то сам динамик конечно сюда без проблем залезет ну не знаю что получится в итоге думал что это будет так заметка в блоге но видимо это будет прямо такой 75 ГДН в ГТО прям практически практически можно сказать факт но что посмотрим но будем надеяться что все будет хорошо нашел в конце где продается карпет в Алма-Ате тоже возможно сегодня туда съезжу в ГТО салит расчеты показали всего 27 литров чего ну я не знаю конечно хотел немножко бОльшего хотел конечно 30 получил 27 Можно немножко поизвращаться Допустим, сделать конус Пересчитал объем В случае, если здесь будут По 45 градусов Бортики Получилось 35 литров Что меня за глаза устраивает Ну что ж Приступаем к работе Субтитры сделал DimaTorzok Низ ящика готов Уже сейчас страшно, как я это все буду собирать Потому что вверх он значительно уже Будет Ну вот Всего ничего Это 12 где-то сантиметров Ровно глубина динамика Не больше, не меньше Ну ладно Как я вчера говорил Глаза бы я от своей руки делаю Итак, каждый 5 сантиметров Угоняем болты Здесь промазали все клеем С угла Здесь я сделал полоску Чтобы видно было Где уголок То есть Это как раз ширина Дощечки Чтобы было понятно Где сверлить дырки Вот эти дырки Старые Мне сейчас Конечно помешают Надо будет их Замазывать клеем Чтобы была герметичность Всей конструкции А вот это надо будет тоже Стистить Она сейчас будет мешать Примерка короба Сабвуфера В общем Ошибки уже налицо Низ слишком Да Низ слишком широкий Здесь я зря Хотя не зря Кстати срезал Смотри-ка Да Здесь не зря Срезал Но низ Все равно Зараза Получился Слишком Толстым И он Получился Чуть-чуть Выше Чем Нужно Все-таки Надо было Померить Саму спиночку Рулеткой Тогда было Все лучше А вот так Совсем Чуть-чуть Не хватает И теперь нормально Начинай только помаленько Естественно А то я очкую Проверка сабвуфера Не проклеенный ящик Как следствие Воздух травило Из всех щелей Но даже так Результатом Я остался Очень доволен В отличии От 100 литрового корпуса Звук стал Значительно Качественнее И что самое главное Ушло большинство Провалов До этого Он не звучал И в половину Так хорошо Как звучал сейчас К сожалению Из соображений Авторского права Я не могу Здесь оставить музыку Поэтому вам придется Поверить мне На слово Но я обязательно Сделаю отдельное видео Где постараюсь Показать как он играет И когда такое видео Будет готово Я обязательно Оставлю здесь на него Ссылку Итак Следующий шаг Вырезали кашму Смазали здесь Обильным слоем клея Предварительно Обезжирив И теперь Все это Сигню Будем состыковывать И прижимать вместе Чуть-чуть подождав Плотно прижимаем Поверхность Кошмач И хотел его тоже Заодно починить Но про это Будет другое видео Ссылку На которое Вы сможете найти В описании На следующий день Кошма Очень хорошо Прилипло Практически Невозможно Отодрать Но конечно В принципе Конечно можно Было бы желание Но Очень хорошо Приклеилось Теперь все поверхности У нас С кошмой За исключением Кронтальной стенки На нее просто Не хватило Материала Да и С ученым Поверхности Которую можно Обить Кошмой Неизвестно Вообще Если в этом Смысл Расчел Все-таки Изобрезок Кошмы Зашумить Эти места Даже Если это Хоть чуть-чуть Поможет Все равно Будет лучше Чем ничего Закрытый ящик Очень Требовательный К тому Чтобы все было Герметично Поэтому Вот в этих Стыках Я прям Залью Клеем Все И очень Надеюсь Что у меня Будет Гать Корректно Делать Вскидку Это в конце Концов Первый раз Провода А в задней Стенке Должна быть Для них Дырка Нужно Тоже Герметично Залить Клеем Что я В принципе Сейчас Уже И сделал Вот так Вот выглядит Готовый Ящик Что-то Визуально С вчерашнего Дня Не изменился Правда Что Стыки Мы Прогерметизировали Ну Осталось Только Обить Его Что ж Вот так Вы можете Сделать Короб Для Сабвуфера Ставим Лайки Всем Спасибо За Внимание Всем Пока Субтитры